Вторую прямую линию Виктора Томенко изначально ждали не так активно, как первую. Самые больные вопросы свелись к минимуму. Самая насущная тема одна. Люди признают, от губернатора здесь мало что зависит, но тем не менее, именно с этой темой Виктор Томенко и начал разговор. По словам губернатора, наших бойцов начнут отправлять в зону проведения СВО в середине декабря. И отметил, что уже есть понимание, чего не хватает мобилизованным. Ну, в общем-то, разная наборка от бензопилы, сварочных аппаратов и электротехники до уже, значит, каких-то элементов обмундирования, специальных снаряжений, специальной техники. Это все мы будем делать. Не все наши системы управления были готовы, так скажем, мягко к тому, чтобы быстро и четко провести это дело. Без сбоев, без скандалов серьезных, так сказать, вот здесь на всю страну прошли все мероприятия, но тем не менее, кое-где потребовалось вмешиваться. И краевой комиссии, которую я возглавляю по призыву, значит, и где-то органам прокуратуры. Здесь ему было и о чем рассказать, и о чем, в принципе, объяснить жителям региона. И в данном случае, как бы, это абсолютно правильная подача, абсолютно правильно, что она была в самом начале в его прямой линии. Самая резонансная тема. Глава региона не мог бы ее игнорировать, хотя и говорить об этом с краевого уровня сложно. И многие эксперты полагали, что прямые линии губернаторов в этом году сведутся к обсуждению максимально локальных проблем. Например, доступность медицины в селах. Специалистов очень мало. В любой непонятной ситуации отправляют в Барнаул. От Благовещенского района до Барнаула 330 километров. Здесь глава региона открыто заявил, на сегодня проблему с кадрами в медицине решить не удалось. Просто не хватает денег на то, чтобы всем их достойно содержать и всем платить достойные средства. Вы знаете, я не так давно в режиме видеоконференц-связи докладывал президенту о положении дела в крае. И в том числе одна из просьб, с которой я обратился на уровень руководства страны, как раз заключалась в том, чтобы в методике распределения средств фонда обязательного медицинского страхования учесть особенности края. Вот уже более 10 лет мы вынуждены пользоваться водой, непригодной для питья и приготовления пищи. А это вопрос от жителей Залевсовского района. Впрочем, проблема масштабнее. 69 сел страдает от некачественной питьевой воды. Поручение вот здесь на нашей прямой линии даю. Минстро и ЖКХ этот вопрос отработает. Мне предметно доложат. Недовольны и состоянием дорог. Власти обещали, что к 2024 году придут в порядок половину краевых трасс. Льготники жаловались, что не хватает лекарств при астме и диабете. О подорожании тарифов Виктору Томенко тоже пришлось отвечать. В последнее время можно заметить, как губернатор говорит что-то лично, а в рамках прямой линии брал удар на себя. Один выступал за все свое правительство и за всех министров оправдывался. При этом опять же тут же давая поручения, прям тут же были сформированы рабочие группы, которые будут теперь личную ответственность перед губернатором нести. Эта прямая линия была, возможно, чем-то похожа на рабочее совещание с министрами, только вместо министров были все жители края, которые смотрели прямую трансляцию. Глава региона был уверенней, в самом начале заявил, что взял с собой бумаги и готов детально ответить на любой вопрос. Но вот статистика. В прошлом году жители прислали 4 с лишним тысячи вопросов главе региона. В этот раз всего полторы тысячи.